Начну я все-таки, пожалуй, с того, что отказываться от Балонской системы прямо здесь и сейчас российские чиновники, судя по всему, не собираются. В Рособорнадзор, по крайней мере, заявили, что этот процесс, то есть выход России из Балонского договора, должен быть поэтапным, а выпускников об этом необходимо предупредить хотя бы за два года, отметили в ведомстве. Так что этим летом действительно нынешние 11-классники, скорее всего, поступать будут на уже привычный бакалавриат. Хотя вот министр науки и высшего образования России Валерий Фальков уже считает Балонскую систему пережитком прошлого. К Балонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента. Эти слова Фалькова про пространство студенческих возможностей, кстати, очень занятные. Я бы на них даже остановилась. Потому что отказ от Балонской системы или Балонского процесса, как ее еще называют, может привести к не самым приятным последствиям как раз-таки для упомянутых студентов. Дипломы российских вузов, вероятно, перестанут признавать в 48 европейских странах, которые сегодня входят в зону европейского высшего образования. Россия — это 49-я страна. Ну и наоборот, поэтому дипломы у западных вузов больше не будут котироваться в России. Ну просто потому, что так работает Балонский процесс. Начиная с 1999 года он предлагает единым плюс-минус унифицированные стандарты обучения в университетах разных стран. Самый наглядный пример таких стандартов — это как раз двухступенчатая система высшего образования с разделением на бакалавриат и магистратуру. Я так понимаю, Лиза, что адепты теплого, лампового и советского образования, они во многом из-за этого и критиковали, потому что вот эту вот большую пятилетнюю программу специалитета приходилось, что называется, впихивать и в программу бакалавриата, точнее только в программу бакалавриата, а дальше уже как пойдет. Да, Андрей, действительно, ну, Балонская система не идеальна, и это факт. Россия присоединилась к ней в 2003 году, а вот полностью перейти на двухуровневую систему обучения удалось лишь в 2011. А до введения Балонского процесса в России, как Андрей верно отметил, действовала система специалитета. То есть студенты проводили в вузах по 5-6 лет, а не по 4 года, как сейчас, и получали дипломы специалистов. Эта форма, кстати, до сих пор существует в отдельных вузах России, но европейские страны до сих пор, точнее, все равно рассматривают такие дипломы, как бакалаврские. А в Министерстве просвещения, кстати, уверены, что Балонская система понизила качество образования в России. Ну, как раз-таки из-за сокращения академических часов и изменения привычной советской программы. Что будет с двухуровневой системой после выхода России из Балонской зоны, пока что не ясно. Вернется ли страна к специалитету или создаст некий гибрид, гадать отказываются и в Кремле. Вчера, собственно, министр сказал Фольков, что ведется работа над новым видением возможной системы, над ее параметрами. То есть она разрабатывается сейчас. И вот перед тем, как что-то говорить, нужно все-таки сначала исходить из конкретных параметров того, что предлагается на замену. А вот чему Россия пока что точно не видит достойную замену, так это выпускные экзамены в формате ЕГЭ. Его, как и Балонскую систему образования, нередко критикуют. Спору о том, зло это или благо, ежегодно ведутся под конец весны. Но буквально сегодня руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев заверил, что ЕГЭ в ближайшем будущем никуда не исчезнет. Ну иначе приемные комиссии в вузах просто не справятся с потоком абитуриентов. Ну а эти самые абитуриенты лишатся права подавать документы сразу в несколько университетов. Так что хоть где-то в России пока без перемен. Что ж, спасибо Лизе Паршина об очередных идеях вернуть все, как было когда-то в теплых 70-х годах. Ну во всяком случае я это так воспринимаю. К нам сейчас присоединяется Кирилл Мартынов. Это философ, журналист и главный редактор новой газеты Европа. Кирилл, добрый вечер. Здрасте. Вот при том, что к российской высшей школе, в общем и так, есть вопросы. И у вас, я знаю, они есть в том числе. Меня вот поразила, например, вчерашняя новость о назначении руководителем департамента медиа высшей школы экономики телепропагандиста Мацкевичуса. Но, впрочем, это уже неважно. Возвращаясь к баллонской системе, что в практическом смысле действительно это будет означать для студентов и выпускников отказ от таких практик, сложившихся. Или ничего страшного, диплом специалиста вернут, как это и было в свое время. И в Европе, например, он будет восприниматься как диплом бакалавра. Ну вот у меня такое, на самом деле. Да, у меня тоже диплом специалиста. И, наверное, он кому-то, кем-то может восприниматься в Европе. Но это сложнее сделать, это требует больше усилий, больше времени. Очевидно, что российская система образования пошла на курс по такому экстренному разводу с европейской системой. Это означает, что российские власти всерьез не рассматривают дальше перспективу того, чтобы российские выпускники работали за пределами Российской Федерации, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы иностранные специалисты приезжали работать к нам в Россию. Все это российским властям не нужно, потому что выход из баллонской системы – это просто специально такие палки в колеса вот такой профессиональной, академической мобильности. Очень важно, что все это делается абсолютно в таком революционном ключе. Буквально еще неделю назад баллонский процесс всех устраивал, по крайней мере, из официальных лиц ответственных. Сейчас это уже совершенно недопустимо. Там вчера или позавчера было опубликовано интервью Николая Патрушева, председателя Совета Безопасности, где эта идея была сформулирована. Немедленно нужно выйти из баллонского процесса и вернуть все, как было, потому что наше образование самое лучшее в мире. Но это вот такой уровень академической аналитики от таксиста. И сразу на следующий день выглядит даже как исполнение указаний. Может быть, это какая-то спланированная история. Мы выходим из баллонского процесса, Фольков об этом говорит, Госдума это подтверждает. Самое важное, мне кажется, здесь, что на самом деле идеи баллонского процесса никогда в России по-настоящему не были реализованы, потому что там идея, конечно, не в специалитете и не в бакалавриате. Там идея в том, что студент гораздо более свободное существо, чем это было принято в Советском Союзе. Там есть идея кредитов, в частности образовательных, когда студент сам себе выбирает значительную часть программы, по которой он учится, и получает за это кредиты. Да, это очень гибкая система по задумке. И там есть идея академической свободы, академической независимости, когда и профессора, и тем более руководители образовательных программ университетов, они пользуются достаточно высокой степенью свободы с точки зрения того, какие темы они исследуют, как они видят развитие подотчетных ведомств и так далее. Об этом много в России говорилось, это много имитировалось. И, на мой взгляд, отказ от баллонской системы – это сейчас не только страдание с дипломами, это история про то, что образование возвращается к такой административно-командной или даже казарменной системе, как мы к этому, в общем, привыкли 30 лет назад. Я уверен, что кончится все просто тем, что студентов отправят на картошку. Посмотрим. Кирилл, а почему, несмотря на вот этот вот анонс отказа от баллонской системы, единый госэкзамен, подчеркнуто, не трогают, хотя, казалось бы, среди народных масс это куда более такая болезненная тема и тоже повод поговорить о самом лучшем советском образовании, вернуться к классике, сочинениям написать и так далее. Почему не трогают среднюю школу? Ну, я так представляю, что все-таки есть какие-то люди, которым детей жалко, что называется, и они понимают, что если разрушить ЕГЭ, то минимальные возможности поступать на более-менее приличные образовательные программы у людей просто исчезнут, потому что мы вернемся к ситуации чудовищной коррупции конца 80-х и конца 90-х годов. Я не сильно жалуюсь, если честно, да, меня все как бы в моей жизни дальнейшее устраивало, но вот на философский факультет, я в частности в МГУ поступал, прекрасно понимаю, что на юридический, например, мне совершенно не светит поступить, потому что всем было прекрасно известно в 98-м году, когда это было у меня, какие там берут взятки, кто это делает, какими способами и так далее. И, соответственно, мне кажется, что если у нас не будет ЕГЭ, у нас, ну, во-первых, это нынешняя компания просто развалится, которая вот люди должны выпуститься и куда-то поступать, а тут еще спецоперация так называемая, тут еще куча экономических проблем, и вот у нас будут эти несчастные школьники, непрекаянные, где-то бродить. А во-вторых, возможно, все-таки есть какие-то профессионалы с совестью, которые понимают, что ЕГЭ гораздо лучше, чем то, что было раньше, несмотря на все его проблемы, с точки зрения просто возможностей для более талантливых людей получать лучшую заслугу, что называется, за свои эти таланты. Но я уверен, если честно, что вот как только студенты съездят на картошку, ректор высшей школы Анисимов выступит еще на одном заседании совместно с лидером ДНР Ушилиным, я уверен, что и до ЕГЭ в какой-то момент времени эти люди доберутся, потому что, ну, как-то выглядит так, что их теперь больше не остановить. Разум нам не свойственен, как, значит, группе экспертов и как людям, которые проектируют какое-то российское будущее, в частности, в сфере образования. Кирилл, а на фоне всего происходящего с российским образованием, вот вся эта ситуация не становится ли выгодной для тех же западных вузов? Насколько наивно было бы ожидать, например, смягчения каких-то входных пороговых требований к абитуриентам из России? Это же замечательный способ перетянуть к себе умных, думающих людей, заинтересованных, собственно, в позитивном будущем, скажем так. Сейчас все заняты, справедливо заняты помощью украинским студентам, украинским преподавателям, но это отнимает, там, не знаю, 70-80% тех усилий, которые западные университеты, европейские университеты могли бы тратить вообще, в принципе, на такого рода деятельность. Я это целиком поддерживаю и считаю, что это справедливо и правильно. В конечном итоге у нас есть проблемы с образовательной системой, но хотя бы там бомбы не летают. А что касается российских студентов, я думаю, что Запад, да, развернется через, может быть, год-полтора, увидит этот рынок, если так можно сказать, мозгов, талантов и будет отдельным россиянам предлагать очень хорошие условия для того, чтобы уезжать и учиться за рубежом, это будет не очень массовое явление, но вполне серьезно бьющее по так называемым топовым российским университетам, которым просто талантливым нашим соотечественникам, юношам и девушкам предложить будет нечего. И в этом контексте российским властям придется, раз уж они строят такую автохтонно-туземную систему образования, единственное, что им придется сделать в конечном итоге, это просто закрывать границы для этих молодых людей, чтобы они не уезжали. Ну и вот буквально новость последних минут. В Крыму призвали убрать в школах уроки английского языка, потому что для школьника может быть опасным изучение английского языка. Это господин Константинов, спикер Государственного Совета Крыма. Просто вот в контексте, что называется. Кирилл, спасибо вам. Кирилл Мартынов, философ, журналист и главный редактор «Новой газеты Европа» был с нами на прямой связи. Обсуждали отказ с анонсированной Россией от баллонского процесса, баллонской системы высшего образования.